Обычно интересные собеседники приходят к нам в студию, но в этот раз получилось немного иначе. Мы отправились в гости в музыкальный театр. Оль, я знаю, что ты даже смогла попробовать себя в каком-то новом амплуа. Да, Артем, это так. Главный дирижер Краснодарского музыкального театра творческого объединения премьера Виктор Сергеевич Олин доверил мне дирижерскую палочку. Смотрим. Виктор Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады вас видеть. Спасибо большое, что пустили нас на репетицию оркестра. С огромным удовольствием. Всегда рад. Спасибо. Вот расскажите нам, пожалуйста, есть такая очень редкая профессия, дирижер, которую вы владеете в совершенстве. Начнем, наверное, вот с какого вопроса. Как вы решили ей заниматься? Подходил к этому решению достаточно долго. В период своего обучения еще в музыкальном училище и затем в консерватории. То есть осознанный выбор и осознание того, что, наверное, да, у меня это получится, пришел на втором курсе, когда мы проходили отборную специализацию на оперно-симфоническое дирижирование. Я прошел этот конкурс, прошел экзамен, и с этого, можно сказать, началось обучение профессии. То есть я правильно понимаю, что прежде чем человек выберет профессию именно дирижера, он должен овладеть каким-либо музыкальным инструментом? По-другому никак? Абсолютно никак. В музыку все приходят через музыкальный инструмент. Во-первых, это нормально. Во-вторых, для того, чтобы ты сформировался сам, как музыкант, ты должен заниматься непосредственно музыцированием, то есть на чем-то играть, заниматься, в том числе исполнительством. А как вам кажется, люди, которые владеют каким инструментом, чаще становятся дирижерами? Есть ли такая статистика, если можно говорить? Ну, определенная статистика есть. Больше всего представителей профессий пианистов и хоровых дирижеров. Это не правильно. А вот скажите мне, пожалуйста, почему среди дирижеров очень мало женщин? Очень специфичная профессия. Многим причинам, в первую очередь, мне кажется, связана именно с какой-то психофизикой, если хотите, и эмоциональной составляющей. Она очень тяжела именно в этом плане. Достаточно большой коллектив, нужно быть максимально убедительным, нужно быть авторитетом. И зачастую, может быть, не хватает одного профессионализма и одного таланта. Нужны еще какие-то рычаги. Хотя есть исключения из правил, мы знаем эти имена, в частности, Вероники Дударов, выдающиеся дирижеры, милостью божьей. Скажите мне, пожалуйста, вот кому бы вы посоветовали, а кому категорически нет, быть дирижером? Дирижерами, как говорил один великий мастер, мало стать, им нужно родиться. Эта фраза принадлежит выдающемуся дирижеру, я считаю, Кулубова, основателю театра Малой оперы в Москве. Выпускнику, кстати, Лига Свердовская консерватория Немусорская, это моя альбомата. Держусь своей причастностью к этому вузу. Я знаю, что часто вы не используете палочку, когда дирижируете оркестром. Почему? Ну, для меня это больше все-таки вопрос удобства и личного комфорта, и отсутствия острой необходимости. То есть мне редко приходится играть музыку, в которой палочка необходима, с точки зрения чисто технической, чисто управленческой. Поэтому я, с точки зрения комфорта, могу сказать, что ощущение звука в ладони, вот этого тепла звука, вот этого его резонанса, его обертоники, его вот это вот, если хотите, даже трепет, оно ни с чем не сравнено. Когда ты держишь палочку, оно немножко по-другому, а ты абстрагируешься, отдаляешься. А здесь ты имеешь возможность ощущаться непосредственно. Скажите, вот сейчас у нас весна, может быть, кто-то задумается о поступлении или же о втором образовании, да, если мы все-таки говорим о дирижёре. Что бы вы посоветовали в качестве напутствия тому молодому человеку, который хотел бы попробовать себя в этой профессии? Хорошенько подумать, в первую очередь. Профессия, имеющая такой внешний эпатажный облик, такой пафос, такой неспектабельность, да, такой, как будто не подбирающийся с приводителями, которые, на первый взгляд, кажутся легкой, легкой, простой. Не затеяли, ну что такого, господи, встал, взмахнул ручками, все, заиграли. На самом деле профессия очень тяжелая, требующая огромного труда, как в период становления, так и в период последующей, когда уже ты находишься в профессии. И профессии в этом плане очень неблагодарны, потому что конечный результат все равно зависит от очень многих случайностей. Спасибо большое. Могу ли я попробовать себя в роли дирижера и вот взмахнуть этой самой палочкой и почувствовать трепет мелодии в руке? Вы имеете полного права. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok